Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Зарубеж начинается от 30 тысяч, по некоторым видам задолженности от 10 тысяч. Мы всегда рекомендуем связаться с Федеральной службой судебных приставов и уточнить этот момент. Возбуждено ли производство? Есть ли ограничения по выезду за границу? Потому что процедура принудительного взыскания, как налогов, так и задолженностей по коммунальным платежам, вообще любых задолженностей, относится к сфере компетенции судебных приставов. Поэтому запреты накладывают они. То есть, если я не плачу, но судебные приставы еще мной не заинтересовались, то я могу спокойно передвигаться, даже если у меня там огромная сумма задолженности. Дело в том, что процедура взыскания, поговорим сейчас о налоговой задолженности, она в настоящий момент достаточно скоротечна. Поэтому я бы не уповал на долю случая. Что происходит, если вы не оплатили налог в установленный срок? В течение, как правило, максимум трех месяцев налоговая служба выставляет и направляет вам требования на уплату налога, где предлагает добровольно оплатить налоги и уже капающие пени, которые каждый день растут, в добровольном порядке устанавливают дату оплаты. Если этого не происходит, то требования вместе с документами отправляются в суд. Мировой судья выносит решение, и это решение попадает судебным приставам, которые, как мы с вами знаем, могут и запретить выезд за границу, и в том числе арестовывать счета, изымать имущество и прочее. Что хотелось бы отметить? Пока судья не принял решение, вы всегда можете оплатить налог. И, получив повестку в суд, прийти с оплаченной квитанцией, и это не дойдет до судебных приставов. Не нужно все это затягивать. Ибо, мало того, что пени капают каждый день просрочки, это 1,03 от ставки рефинансирования Центрального банка России, так еще к этому добавляется госпошлина, которая ложится на налогоплательщика. И если дошло до исполнительного производства, то и исполнительный сбор. То есть вы будете платить больше и больше. Ну и, конечно, когда скапливается такая огромная сумма, и нет возможности уплатить ее сразу, можно ли реструктуризировать долг? Конечно. Долги можно реструктуризировать до наступления срока уплаты и после наступления срока уплаты. Вы можете оплачивать любыми частями, любыми суммами. Важно помнить, что, как я и говорил раньше, начисляется пени. Пени начисляется на неуплаченную сумму налога. Поэтому, по возможности, мы всегда рекомендуем гасить задолженности как можно скорее. Чем больше времени, тем больше придется все равно платить. Опять-таки, заплатить налог можно через личный кабинет? Конечно. В личном кабинете, как мы с вами знаем, есть и задолженность, и начисление, и очень удобные сервисы по оплате. Причем не нужно никуда ходить, не нужно ничего печатать. В отличие от налоговых инспекций, личный кабинет работает круглосуточно. Он находится у вас дома, в вашем компьютере, в вашем смартфоне. Все-таки, 21 век, все это можно делать, не выходя, не приходя, не надеясь ни на кого. Но, напоминаю, что обязанность уплачивать налоги – это обязанность добросовестных граждан. Дмитрий, то есть, когда говорят, что налоговая служба работает до 6 часов, с МФЦ работает до 6 часов, и я не успеваю в силу своей занятости уплатить, то это не аргумент. Конечно. Вы знаете, есть такая поговорка, да, кто хочет, тот ищет способы, а кто не хочет, тот ищет причины. И такая ситуация, что человек поменял место жительства, куда ему обращаться по задолженности? По задолженности необходимо обращаться в ту инспекцию, ну, в инспекцию по новому месту жительства. То есть, данные передаются? Конечно, конечно. Как мы и раньше с вами говорили, человек переезжает, все его начисления, все его долги переезжают вместе с ним. Рассмотрим такой случай. Человек переехал, но заплатил налоги по прежнему месту прописки. Да, конечно, это достаточно распространенная ситуация. Если вы оплатили по прежнему месту жительства, это означает, что ваши налоги ушли в бюджет того муниципального образования, где вы проживали раньше. И ситуация, когда с одной стороны у вас возникает переплата, а с другой стороны возникает задолженность, решается следующим образом. Вы пишете заявление на уточнение платежа, прикладываете квитанции, по которой оплачивалось, и налоговая служба переводит как бы с одного АКТМО на другой АКТМО. Делается это исключительно по заявлению налогоплательщика. Вы платили, это ваши деньги. Без вашего ведома мы не имеем права. Дмитрий, вот я слышала, что многие считают, уехав за границу, они автоматически освобождаются или становятся свободными от налоговых обязательств перед своей страной. Ну, не успели судебные приставы, налоговая служба им донести определенный список документов. Что в этом случае делать? В этом случае исполнительное производство не будет прекращено. Если у человека есть недвижимость, счета, машину, имущество, судебные приставы будут взыскивать, реализовывать имущество. То есть процедура взыскания в отсутствии лица не остановится. К тому же человеку нужно куда-то возвращаться. Налоги в этом случае не списываются. Возвращаться в страну, где есть долги, согласитесь, не очень приятно. Поэтому нужно позаботиться о том, чтобы все было по нулям. Дмитрий, вот в течение полугода мы с вами, что называется, занимаемся налоговым легбезом. Скажите, насколько это важно для ваших налогоплательщиков? Они отзываются как-то хорошо? Мы и рекламируем, когда у вас не открытых дверей, когда вы проводите семинары обучающие. Есть заинтересованность наших севастопольцев? Очень большая заинтересованность. Мы благодарны телеканалу Х24 за то, что дают возможность доносить эту информацию до большего количества налогоплательщиков. Мы проводим консультации, мы помогаем. Но, как вы понимаете, в рамках налоговой инспекции сколько людей мы можем охватить? А здесь такая территория. Очень много людей приходит со словами благодарности. Мы получаем положительные отзывы. Я сейчас не напрашивалась на комплимент, а хочу сказать, что и к нам на телевидении поступают звонки у телезрителей. Из вопроса самые разные. Ну вот один из них. Я работаю на фрилансе и не плачу налоги. Да, ужасно. Но так подумаю, что с миллиона рублей придется заплатить за год 130 тысяч, непонятно за что. Сразу жалко себя становится. Ну, зарплату, конечно, утрирую. Я такой далеко не один. И почти все знакомые заработкам 600 тысяч и больше в год не платят налоги. Кто-то даже машины покупает и ничего. Скажите, какие риски попасть под штраф и кого он может? И какого он может быть размера? Рано или поздно эта информация станет известна налоговой инспекцией. Данные граждане будут вызываться на комиссии по легализации доходов. Им будет предложено добровольно задекларировать доходы и уплатить 13%. Мы же с вами работаем на государство, мы платим, все платят 13%. Чем они отличаются? Ну, заработок в миллион, конечно, колоссальный. Это не важно. Ставка-то у всех одинаковая, у всех 13%. И здесь нужно понимать значимость, социальную ответственность налогов, налоговые службы. Не важно, какой заработок. Если человек зарабатывает 10 тысяч, он платит 13%. Мне кажется, это достаточно по-честному. Вот девушка позвонила, мне 17 лет, нашла работу в интернет-магазине. Какие риски у меня, как неусовершеннолетний, что мне за это будет? Ну, как мы с вами знаем, работать можно вообще с 14 лет. Вот я лично начал работать в 14. Поэтому рисков, я не вижу, какие могут быть риски. Главное, чтобы все было оформлено официально. Я понимаю, что как раз вопрос идет, что без оформления вообще? Какие риски? Вам могут и не заплатить, куда вы пойдете жаловаться? Чем вы докажете? Всегда нужно следить за чистотой, за прозрачностью бизнеса. И даже несовершеннолетние, нужно попросить более старших товарищей, родителей. Дать консультацию. Дать консультацию, посмотреть документы. Все-таки вопрос социальной защищенности достаточно устро стоит. Закончила курсы наращивания ресниц, маникюра, работая на дому, могу работать до тех пор, пока не сдадут или настучат клиенты, или сразу себя подстраховать? Ну, настучат, это в кавычках, естественно. Конечно, понимаю. Конечно, понимаю. Ну, что значит сдадут, что значит настучат? Нет, на самом деле мы всегда считаем, что у нас самые добросовестные, самые лучшие граждане. Вы можете зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели. Ставки налогов будут другие, нежели у физических лиц. Это несложно. К тому же, сейчас налоговая служба очень активно представлена в интернете, на сайте налог.ру. Есть решения вариантов ведения бизнеса, но эта тема достаточно большой отдельной передачи, посвященной предпринимателям. Дмитрий, у нас еще осталось очень много вопросов и задают разные ситуации, моделируют и спрашивают, конечно же, основной вопрос. Объяснить, из чего складывается транспортный налог, что такое налог на недвижимость, когда он будет у нас введен. Но я думаю, что мы оставим это для темы следующей программы, потому что время этой программы у нас подошло к своему завершению. Дмитрий Ефремов, представитель инспекции Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району города Севастополя, освещал вопросы налоговой грамотности. Вы смотрели программу «День за днем». В студии для вас работала Наталья Шульга. Я желаю вам приятных выходных и бодрых рабочих дней. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова